Ну что ж, после двухлетнего ожидания Академия Амбрелла возвращается на наши экраны в последний раз. С неоднозначным третьим сезоном, после двух невероятных сезонов, тизер-трейлер к новому сезону определенно задал тон тому, что похоже на эпическое завершение истории, к которой мы присоединились несколько лет назад. Завершение третьего сезона почти сбросило многое и оставило братьев и сестер без способностей, будущее выглядит интересным. Давайте разберем этот тизер-трейлер и проанализируем все, что можно из него вынести. К тому же я поделюсь своими теориями и прогнозами. Вот объяснение тизер-трейлера четвертого сезона Академии Амбрелла. Предупреждаю, в этом видео будут спойлеры. Так, трейлер четвертого сезона начался с речи, которую произнес Реджинальд Харгривз в самом первом эпизоде самого первого сезона шоу, когда он представил миру Академию Амбрелла для мира. Мир обречен на изменения. Среди нас есть те, кто обладает способностями, далеко выходящими за рамки обыкновенного. Я усыновила шестерых таких детей. Представляю вам первый набор Академии Амбрелла. В трейлере, когда он это сказал, мы увидели нарезку сцен с разными братьями и сестрами в новой временной линии, в которой они оказались. И, похоже, они все были разрознены, а не вместе. Все началось с пятерых в каком-то метро. Предполагаю, это тот самый, который мы позже увидим и узнаем, что он, похоже, позволяет пассажирам путешествовать по временным линиям или измерениям. А может быть, если помните, в конце третьего сезона Бена видели на том же метро, в котором ехала его мать, когда он родился. Так что здесь тоже может быть тесная связь. Но я больше склоняюсь к первому варианту и к тому, что они потенциально могут путешествовать по временным линиям, что было бы довольно круто. Факт того, что поезд искажается, проходя через тоннель и излучая свет, не делает путешествие простым. С учетом сильного акцента на временные линии и карту, которую мы видели на стене метро, включенную в визуальную анимацию трейлера, я задаюсь вопросом, смогут ли они проще посещать разные временные линии. Факт того, что когда они вышли из лестницы одной из станций в конце трейлера, Эмир выглядел в значительной степени разрушенным, а тот, в котором они находились, не был, заставляет меня сомневаться, что это могло быть так. После съемок в метро мы видели, как Виктор работает в баре и отвечает на звонки. Мы также видели Эллисон со своей дочерью, которую она оплакивала большую часть третьего сезона. В конце третьего сезона мы видели, что она воссоединилась с семьей, в отличие от остальных. Более того, все они потеряли свои силы. Что было особенно интересно в этом трейлере, так это то, что она получила именно это то, чего она всегда хотела. И то, что, казалось, она выторговала в сделке, которую заключила с Реджинальд до того, как его убили. Так что мне интересно, не случится ли что-нибудь с ее семьей, и именно поэтому она в конечном итоге вернется в Академию Амбрелла. Это нарисовало бы довольно мрачное начало сезона, если бы они решили убить ее семью, но я бы не стал оставлять это без внимания. Кроме того, мы видели, как Бен выглядел так, как будто его выпустили из какой-то тюрьмы. Мы знаем, что у Бена может быть вспыльчивый характер, и поскольку у него нет своих способностей, это могло вызвать у него чувство разочарования и заставить проявиться его агрессивную сторону. После этого кадра мы увидели, как Диего участвует в праздновании своего дня рождения. Диего выглядел совсем по-другому. У него была прическа, и он выглядел как отец из пригорода, который просто расслаблялся, сильно отличаясь от того, каким мы видели его на протяжении всех предыдущих сезонов. Так что, возможно, он принял этот новый образ жизни, безопасный для него. Мы видели Лютера в скафандре. Лютер много времени провел в космосе, куда, похоже, он вернется. Затем мы видели Клауса, камера вращалась вокруг него. Казалось, что он висит вниз головой. Камера, вращающаяся вокруг Клауса, может быть отражение его разума. Мы видели их всех, включая Лайлу у телефонной будки, как в фургоне. Лютер сказал им улыбаться. Предполагаю, это после возвращения их сил. Кажется, они намерены обратиться к Реджинальду для восстановления сил. В финале третьего сезона группа потеряла силы. В новой таймлайне они не могли их использовать. В трейлере похоже, что их подсоединили к чему-то. Реджинальд управляет этим. По-видимому, он собирается использовать энергию, чтобы вернуть им силы. В трейлере они снова обладают способностями. У некоторых способности изменились. Позже об этом. Еще один момент, похоже, они вернули свои силы. Когда они шли к фургону, Диего повторял. Мы вернулись. Очень волновался об этом. Либо это, либо они решили объединиться. В конце третьего сезона они разошлись. Скорее, они вернут силы. В трейлере была отличная реплика, отражающая всю братскую суть. Когда Диего кричал «Все внутрь», кто-то сказал «Я спереди», затем стоны и вопрос «Почему?». Он ясно показал это семейное соперничество, которое может быть среди родственников и маленькое препирательство, особенно когда речь идет о том, кто будет сидеть где в машине. После этого Диего крикнул «Первая миссия», что заставляет снова думать, что это происходит после получения своих сил. В противном случае, зачем бы они шли на миссию? Бен крикнул «Давайте его убьем!» И Эллисон исправила его, сказав «Это спасательная миссия». Думая о том, кого они могли бы спасать в этот момент, Слоан из Академии Спэрроу была одной из немногих выживших и, конечно, вышла замуж за Лютера в третьем сезоне. Итак, возникает вопрос, будет ли Слоан их спасаемым? Она прибыла не в той же временном ряду, что и остальные, и это никогда не было объяснено, так что это может быть причиной, что мы могли видеть их потенциальное получение в метро, переносящим их в разные временные линии. Ведь она вполне могла пропасть во времени, отсюда и необходимость спасательной миссии. Далее мы видели некоторые кадры, особенно запомнился тот, где Реджинальд разговаривал с Виктором. Кто-то сказал «Ваши дети все время ссорятся», а Виктор ответил «Да, мы сводим друг друга с ума, но когда все идет наперекосяк, они всегда со мной». В диалоге присутствовали и другие кадры, которые его сопровождали. Один из них показывал группу в помещении, которое могло бы быть домом Реджинальда, где Виктор довольно агрессивно избивал кого-то, возможно, охранника, но это был кто-то, кого мы не узнали. Был кадр, на котором, как показалось, Диего и Пятый ссорились, и никто не вмешивался. Эллисон выглядела напряженной на переднем сидении машины, но особенно запомнился кадр, где Пятый обнимает Лайлу, которая плачет. Пятый И. За время, проведенное вместе, Лайла не сходилась во взглядах с другими, они часто сталкивались и дрались, поэтому кажется, что это может стать сильным моментом. Но настоящий вопрос. Что расстроило ее? Могло что-то случиться с Диего? Или если поезд довезет до альтернативных временных линий, столкнется ли она с ситуацией, вызвавшей ее расстройство? Возможно, она увидит смерть Диего в этой временной линии, или даже свою. В любом случае, это момент, который будет вертеться в моей голове, пока не выйдет новый сезон. Когда группа вернула свои силы, проявились некоторые отличия от привычных сил. Например, телепортационный луч Пятого имел фиолетовый цвет вместо синего. У Виктора, казалось, появилась способность управлять огнем, что, по моему мнению, слабее их предыдущей силы. И, кажется, у Диего была новая способность. Повышенной силы, учитывая, что он держал кого-то в воздухе и бросал через окно. Я бы сказал, что это выглядело так, как будто Бен обладал своими изначальными способностями заключительный кадр. Но в случае с Лютером это выглядело так, как будто у него было два совершенно разных билда. В этом трейлере, в одном из которых он выглядел как Хенч, а в другом, в другом, где он был далеко от размер, который мы привыкли видеть его, так что я думаю, что это означает, что он, скорее всего, пойдет вернуть себе прежнюю власть. Последнее, что мы увидели в трейлере, это то, что Бен выглядел так, как будто он сейл хаос. Это заставляет меня задуматься, может ли это быть тот самый Бен, которого мы видели в сцене после титров в конце третьего сезона. Шоу дразнило тем фактом, что могло быть два Бена. Ну и что, если эта версия Бена не соответствует ценностям Зонтика Академии и представляет ли для них угрозу? Поскольку это последний сезон, я, надеюсь, и оптимистично настроен на то, что сериал выйдет на высоком уровне. Я был так разочарован предыдущим сезоном, первый и второй были хороши, третий не соответствовал. С учетом двух лет между последними и следующим, надеюсь, у них было время работать над историей и создать заключение, которое будет чрезвычайно запоминающимся, которое мы заслуживаем. Конечно, это был только тизер, в истории, которую нам показали, не было реальной структуры, жду больше ясности с релизом первого трейлера. Так вот, объяснен трейлер-тизер четвертого сезона, Академии Амбрелла. Если хотите увидеть разбор третьего сезона, нажмите на карточку в верхнем углу. Субтитры создавал DimaTorzok